Так, для начала хотел задать предварительные вопросы. Тут есть люди, которые когда-либо участвовали в опенсорсе. Ну, примерно, наверное, половина. Так, а у кого есть проект PetProject, но который еще не в опенсорсе? Так, есть. Значит, у кого-нибудь есть публичный Nougat пакет? То есть, есть. Тоже отлично. А теперь, как бы, есть ли люди, которые хотят что-то сделать, но не знают как? Отлично. Значит, ну, попробую вкратце рассказать, что с этим можно сделать. Ну, я думаю, что после первого хардкорного доклада сейчас будет несколько полегче. Вот некоторые слайды я, наверное, буду пропускать, чтобы не тратить ваше время, потому что там у меня разговорной части достаточно много, поэтому можем ограничивать. Если что-то где-то не видно на экране, значит, в принципе, оно и не должно быть видно. Значит, там какие-то буковки, что-то там такое. Ну, начнем. Значит, как я до этого докатился, скажем так. Значит, один раз я искал на Stack Overflow решение проблемы. То есть, мне нужно было, чтобы в Swagger понимал Fluent Validation правила. Значит, я поискал-поискал, нашел на Stack Overflow ответ. Начал искать, как бы, issues, зашел на GitHub-разработчика Swagger, и он говорит, типа, ребят, это open-source, если вам нужно, сделайте пакет. Я пришел домой, подумал, а почему бы и нет. Сделаю, как я, свой пакет. Значит, ну, когда я пришел, я вот уткнулся в некий, там, как бы, лабиринт. Я не знал, как это правильно сделать, как это сделать проще. Существует, как бы, некая проблема, вот, входа, как бы, в open-source. Значит, у нас есть множество вот различных вот картинок, сервисов, решений. Мы должны сделать множественный выбор. Значит, при этом у нас возникает множество вопросов. Значит, для начала поделимся с выбором. Что, на чем, для чего. Ну, первое. Значит, это платформа разработки .NET Core. Я не беру большой фреймворк, потому что, вот, сейчас считаю, что, как бы, Core гораздо более перспективный. Но у него гораздо больше проблем с тулингом, которого нет в большом фреймворке. Дальше. Сема контроля версий. Тут, в принципе, все понятно, как бы, как бы, лидером является Git. Хотя, мир Glow, как бы, не хуже. Значит, хостинг проектов. Тут, опять же, если open-source, то однозначный лидер – это GitHub. На втором месте я поставил бы Bitbucket. Дальше. Continuous integration. В мире open-source, как бы, есть пару решений, которые удовлетворяют, как бы, требованиям сборки .NET и open-source, работа с GitHub – это Travis и AppWear. Значит, тут можно выбрать, как бы, либо тот, либо другой. Ну, как бы, я остановился на Travis. Хотя, в принципе, они примерно одинаковые. Значит, дальше нам нужно выбрать некую автоматизацию. Для этого есть множество инструментов. Это Cake, Fake, MSBuild, PowerShell. Ну, на самом деле, как бы, больше о выборе я остановлюсь, как бы, дальше в докладе. Вот сейчас, можно сказать, что, как бы, был выбран инструмент Cake. Почему, скажу чуть позже. Так, ну, для начала, понятно, как бы, нужен GitHub-аккаунт. Не буду на этом останавливаться. Создание репозитория. Тут тоже все достаточно просто. Единственное, что вы должны выбрать нормальное имя, которое было бы звучно и отражало, как бы, суть проекта. Так, создать достаточно просто. Так, дальше, после того, как мы создали репозиторий, мы должны, соответственно, создать структуру для наших проектов. Значит, тут, как бы, в мире .NET и open source, и на GitHub есть ряд конвенций, которые, скажем так, наиболее употребимы. То есть, ну, как бы, все могут это делать по-разному, но вот я предлагаю такую структуру, которая, как бы, ну, достаточно часто встречается, и она достаточно просто автоматизируется скриптами. Значит, тут, соответственно, у нас файлы, которые сгенерены автоматом, когда мы делаем репозиторий, и вот наша папочка .src для исходников, папочка .test для тестов. Так, конвенция. Значит, тут мы сразу видим, что у нас имя проекта, соответственно, совпадает с именем solution, совпадает с именем проекта и так далее. То есть, тут у нас уже, как бы, начинают действовать некие соглашения. То есть, вот, изначально конвенции, вот, как бы, такие. Это самое простое. Значит, из чего у нас состоит, как бы, проект? Изначально простой проект выглядит вот таким образом. Это, значит, подключение SDK и Target Framework NetStandard. Ну, соответственно, если вы делаете какую-то библиотеку, то, скорее всего, это будет NetStandard. А дальше мы начинаем добавлять, соответственно, информацию. Мы добавляем теги. Добавляем информацию, там, об авторов и так далее, и так далее. Наш проект начинает расти. Потом добавляем еще тегов. И вот тут уже, я так понимаю, что уже становится плохо видно, потому что у нас уже их стало много. Вот, мы так добавляем, добавляем. И в итоге мы получаем некий суп из атрибутов различного смысла. Значит, тут и атрибуты компиляции, тут атрибуты пакета, тут атрибуты версионирования. И, ну, в общем, совершенно различного смысла. В том числе, подключение различных тузов. Если у нас это несколько проектов, то, соответственно, у нас эта штука разрастается. Значит, мы получаем стандартный код кодисмол. В общем, нарушение неких принципов. То есть, мы нарушаем принцип отдельной ответственности. И из-за копипасты, соответственно, нам нехорошо и некомфортно. Значит, многие с этим живут, но, не знаю, я бы не советовал. Значит, для того, чтобы избавиться от мешанины всего, есть пара механизмов вынесения общих частей. Это вот, соответственно, Common Props и директории Build Props. Значит, в принципе, способы практически идентичные, отличаются в деталях. Значит, мы можем взять из проекта некий набор атрибутов, идентичных по смыслу. Допустим, это атрибуты, допустим, по пакету. И вынести их в отдельный файл, назвать его Common Props. И, соответственно, подключив его в проект, мы получим вот такой аккуратненький, простенький проектик. Значит, этот способ подходит как раз для вынесения общих частей. И мы имеем полный контроль над тем, каким проектом мы что подключаем. Вот обычно это используется, соответственно, для исходников, ну, в общем, для пакетов. Значит, второй способ – это директории Build Props. Это, соответственно, способ, который поддерживает MS-Build и позволяет автоматом подключать к нам в проект неявно некие вхождения. То есть, вот если раньше мы писали include, то вот если мы у нас в файлике, допустим, если у нас в директории SRC лежит файлик директории Build Props, то ко всем проектам в этой директории неявно будут подключены данные, вот атрибуты, свойства, include и все что угодно. Значит, этот вот неявный способ обычно используется для подключения каких-то тузов, либо еще чего-то сразу ко всему, сразу ко всем проектам. Вот, например, я обычно использую для подключения, допустим, JetBrains аннотейшенов, какой-нибудь там SourceLink и каких-нибудь, не знаю, там, в общем, include, которые нужны просто сразу всем проектам. Значит, это и того. Значит, у нас была простая структура. Значит, мы ее расширили, соответственно, вынесением общих частей. Это вот Common Props мы вынесли в директорию проекта и директорию Build Props у нас в SRC. Соответственно, директория Build Props у нас распространяется на все проекты внутри SRC. Точно так же можно сделать такую же директорию Build Props для теста и подключить ко всем проектам тестов какие-то общие сборки инструмента, что-либо угодно. Так, значит, теперь мы должны собрать пакет. Значит, для пакета у нас есть четыре необходимых свойства. Это идентификаторы, версии, авторы и description. Это четыре необходимых свойства. Значит, для того, чтобы просить себе жизнь, можно использовать атрибут generatePackageOnBuild. И, соответственно, у нас пакет будет собираться автоматом при компиляции. То есть мы вот побили на файлике. Значит, в итоге, если мы, значит, вот эти заполненные четыре свойства, у нас есть компиляция, то на выходе мы уже получим кое-какой все-таки nugget-пакет. Но этот пакет будет такой, несколько неполноценный. Для того, чтобы этот пакет был хорошим, значит, нужно заполнить необходимую информацию. Это ссылка на проект, теги, иконка и так далее. То есть там множество всякой информации, которую вы видите, когда смотрите на пакет в nugget. Соответственно, эти свойства, теги подручаются обычно через common props, какой-то общий файлик, который, опять, удобно администрировать отдельно. А также для того, чтобы у вас был, для того, чтобы было удобно с разработчиком, нужно, соответственно, комментировать код и подключать XML-комментарии. Соответственно, мы включаем атрибут генерации documentation файла. Мы можем положить его, соответственно, в директории build props, можем в common props, это там зависимость того, как вам больше удобно. У меня он лежит в директории build props. И, соответственно, у нас для всех проектов в папочке SRC автоматом генерировалась XML-докумментация. Дальше – PDB. Вот насчет PDB – это всегда была неоднозначность. Класть его в nugget пакет, не класть его в nugget пакет, класть его в source server. То есть это, в принципе, всегда некая сложность. И непонятно, допустим, раньше обычно с релизом PDB не собиралось. Сейчас собирается. Вот сейчас есть гораздо более удобный способ для того, чтобы решить проблемы с PDB. Этот инструмент называется source link. На самом деле он относительно не новый, но сейчас он стал достаточно на слуху. И даже Aspnet Core 2.1 использует его уже как инструмент для сборки. В общем, для чего он нужен? Это инструмент для отладки без PDB и source server. Действует он таким образом. То есть, когда вы производите сборку, этот инструмент берет PDB и перебивает в ней локальные ссылки на файлы урлами на гитхаб, соответственно, ну, как бы, ну, еще перебивает на адреса в гитхаб. Соответственно, в студии есть полная поддержка этого дела. И если вы, допустим, проваливаетесь, значит, подотладчиком в DLL-ку, у которой подключено, обработано с помощью source link, то студии автоматом с гитхаба подкачивает исходник, и вы попадаете, соответственно, в исходник. Для этого, значит, у вас уже, нам не нужно source server, вам не нужны PDB-шки. Кроме того, в общем, есть замечательная штука. Это embedded PDB. Это, опять же, новая фишка в NetCore. Она позволяет portable PDB инклюдить непосредственно в DLL-ку. То есть, на самом деле, DLL-ка возрастает совершенно незначительно, но при этом PDB-шка не теряется, она непосредственно находится в DLL-ке. Очень удобная штука. Соответственно, подключается, опять же, вот вы берете, подключаете его в общем файлике. Так, значит, у нас мы собрали пакетик, заполнение его свойства. Теперь надо его выложить в Nouget. Соответственно, как это делается, мы заходим в Nouget. Сейчас для того, чтобы зайти на Nouget, не нужна отдельная регистрация, там работает Microsoft-ский аккаунт. Значит, мы создаем ключ для публикации. Он выглядит в виде такого-то гуида. И дальше, для того, чтобы опубликовать пакет, мы выполняем команду .NET Nouget push. Кроме того, можно, соответственно, прямо из пользовательского интерфейса пакетик заплодить. Все, у нас есть пакет. Мы молодцы. Мы в Open Source. Так, значит, что мы умеем? У нас есть правильная структура в репозитории. Мы умеем разбивать проекты, вносить в общие части. У нас есть тесты. Мы их можем запустить. У нас собирается пакет, и мы можем его закинуть в Nouget. Обычно для первой версии этого достаточно. Значит, вот у меня, в принципе, вот первая версия, она примерно так и собиралась и вручную выкладывалась. Значит, после этого, когда вы там делаете пакет, им, возможно, начинают пользоваться люди. Совершенно неожиданно. Начинают скачивать его, а потом некоторые люди начинают даже какие-то таски заводить, какие-то ошибки находить. Значит, для того, чтобы нам вручную не копаться и не делать лишнюю работу, нам нужна автоматизация. Во-первых, понятно, что автоматизируемый запуск билда, прогон тестов, публикацию пакетов и остальное, например, там, версионирование, статический анализ, там, кодик coverage и, в общем, куча там, на самом деле, других вещей есть. Значит, и, соответственно, возникает вопрос, чем автоматизировать. Есть множество инструментов. Cake, Fake, MSB, PowerShell, Bash, Python, Groovy и так далее. Вот кто не слышал про Cake? Так понимаю, что все темы или иным, в общем, знают, что такое Cake. Значит, ну, в принципе, если вот стоял бы мой выбор, я смотрел как бы на альтернативы, я смотрел на Fake, на Cake и на PowerShell. А сейчас, в принципе, MSBuild достаточно удобно продвинуть, на самом деле, можно как бы и на нем. Если смотреть, допустим, несколько лет назад, то это был какой-то ад. Значит, что нам нужно от автоматизации? Это работа на Linux, работа на Windows, множество готовых тасков, простота какого-то расширения и большой комьюнити. Вот, соответственно, на Cake мы все это получаем. Значит, Cake – это инструмент автоматизации, который вот такой, как бы, C-sharp-like. На самом деле, в принципе, это есть, как бы, C-sharp, вот, с неким, скажем так, расширением. Вот, как бы, Влад сказал бы, что это можно сделать на Митре. Вот, ну, тут люди сделали это. Значит, он изначально на кросс-платформенной, у него большой комьюнити, он находится в Dotent Foundation и имеет хорошую поддержку. Вот, если посмотреть, вот, допустим, если мы в Nuget наберем Cake, вот мы увидим совершенно множество различных пакетов, которые решают, как бы, различные, там, задачи. То есть, вот тут Nuget насчитал там 404 штуки. То есть, в принципе, на самом деле, поддержка достаточно большая. Можно сделать практически все, что угодно. Значит, для того, чтобы полноценно работать с Cake, удобнее всего это делать в OS-коде. Там есть плагинчик, ну, который позволяет с ним достаточно удобно работать. Там есть подсветка синтаксиса и всего такого. Значит, это изначально, в общем, какие файлы добавляются в проект для того, чтобы появилась автоматизация. На самом деле, это вот, как эту штуку убрать? Это вот BuildPS1, это, собственно, паршельная запускалка, это BuildCake. Соответственно, BuildCake, это, на самом деле, в нем находится сам скрипт. И BuildPS1 и BuildSH, это запускалки для винды и для линукса, которые непосредственно скачивают необходимые инструменты, запускают его. Тут не буду останавливаться более подробно. Значит, ну, тут у меня написано демо, я могу показать, соответственно, наверное, как выглядит живой скрипт. Так, ну, соответственно, вот открыт файл BuildCake. И, соответственно, тут мы видим какие-то некие вещи. Тут в начале некие атрибуты. Эти атрибуты, они получаются снаружи с помощью, допустим, командной строки либо, допустим, переменной окружения. То есть, это мы задаем некие переменные. Дальше у нас есть таски. таск – это некая работа, которая выполняется. У нас, например, это Build, тест, deploy, и все что угодно. Например, как выглядит Build? Что мы делаем? Мы, вот видите, мы получаем все файлы, которые находятся в территории SRC все проекты и для них выполняем .NET Core Build. То есть, в принципе, это достаточно простая штука. То есть, task Build выглядит таким образом. Тут, на самом деле, достаточно простой скрипт. Его можно кастомизировать, допустим, какими-то дополнительными параметрами и так далее. Тест. Опять же, то же самое. Я получаю все CSS Prology в директории тест и, соответственно, выполняю .NET Core Test. Ничего сложного. Соответственно, копирование пэкэнджей, upload пэкэнджей в Nuget. То есть, тоже, в принципе, достаточно просто. То есть, поддерживается вот интеллисенс и работа, как в обычном в .NET. Далее мы собираем эти таски в некую последовательность. То есть, у нас вот есть есть дефолтный таск, который собирается, если мы запускаем скрипт без параметров. То есть, у нас тут запускается build, тест и копирование пэкэнджей. И, например, там таск, который запускается на Travis. Там у нас чуть побольше, плюс, допустим, upload пэкэнджей. То есть, в принципе, ничего сложного. То есть, если мы вот, соответственно, запускаем в проекте build.ps1, мы там можем конкретно указать там. Соответственно, у нас вот идет сборка, непосредственно выполнение и все. Значит, все достаточно просто. Соответственно, этот скрипт вы можете уже дальше настраивать как хотите. и плюс, в чем плюс подхода вот именно со скриптами автоматизации, в отличие от скриптования непосредственно на build серверах. То есть, если, например, вы работали с Jenkins, с Bamboo, с Bitbucket, с Travis, с чем угодно, у всех у них разные языки автоматизации. везде разные наборы того, что они умеют и как они это умеют делать. То есть, кто-нибудь работал с Jenkins'ом? Вот я вижу боль в глазах этих людей. То есть, я вот видел, то есть, у нас там множество проектов в Сбербанке, автоматизировался на Jenkins'е, и люди бывают месяцами делают некоторую автоматизацию для того, чтобы сделать какие-то там вещи, для того, чтобы сделать полный цикл DevOps'а. Теперь покажу, как это сделается на Travis'е и в Open Source'е противовес тяжелым подходам и решениям. Значит, Continuous Integration. Значит, что мы хотели от Continuous Integration'а? Это, соответственно, интеграция с GitHub'ом простую, простота настройки и бесплатность. Значит, у нас есть вот ряд решений, там, Travis, AppWear, Jenkins, там, TeamCity, Bitbucket, GitLab. На самом деле, их гораздо больше. Есть модные, молодежные, хипстерские, какие-нибудь там, типа, Drone.io или еще что-нибудь там. Но вот эти решения на слуху используются, в принципе, и в Open Source'е, и в Enterprise'е. Значит, для Open Source'а самое распространенное это Travis' и AppWear. Значит, различие в чем? AppWear изначально делался для того, чтобы для дотнетчиков он поддерживает работу с большим фреймворком и изначально как бы там заточен на Windows. А Travis' более легковесный, изначально как бы там только линуксовые агенты, но имеют огромное количество интеграций и всего такого. Зато там очень удобно сделана интеграция с GitHub'ом. На самом деле, в принципе, если по пустоте, что АПВЕР, они на самом деле примерно одинаковые. Но я не искал простых путей, мне нужен был Linux, потому что решение, которое я еще делал, я хотел, чтобы они работали в том числе и в Дженгенсе и в других системах континент интегрешина. Значит, Travis использует аккаунт с GitHub'а. Значит, мы просто выбираем один из своих проектов, ставим галочку, чтобы мы подключили. И, соответственно, нам нужно добавить файли к Travis Travis YAML. А файлик выглядит вот таким образом. То есть, это все. То есть, тут мы указываем, что у нас язык все шарп, что моно нам не нужен, что нам нужен .NET, последняя версия, типа, корт 2.1. В общем, я взял LTE OS Linux. При билде мы запускаем билд Sash скрипта с таргетом Travis. Вот и все. Если вы вспомните, какие-нибудь скрипты по автоматизации на Jenkins'е, то, особенно, если там это pipeline на какой-нибудь груве, то там на самом деле это занимает достаточно много места. Здесь это все. То есть, вы предложили этот файлик, делаете коммит с этим файликом, Travis его подхватывает и, соответственно, выполняет все, что находится в вашем таске Travis. то есть, build, тест, сборка пакета и выкладка пакета. Значит, вот у нас Travis такой молодец, он собрал проект и должен его выложить. Здесь у нас есть две альтернативы, это nugget и myget. Я бы не советовал вам непосредственно выкладывать сразу все в nugget, потому что это, скажем, такой промышленный стенд, скажем так. для начала желательно выложить его в myget. Это, скажем, такой стейджинг для nugget. Это такой ваш дев-стенд. Вы можете что-то поиграться, выложить, проверить, что ваш пакет действительно рабочий, что он что-то не сломал. А потом, соответственно, так как там пространить догадаться с nugget, вы нажимаете на пакете upload в nugget и он улетает в nugget. тут, соответственно, там показана работа с Travis. А вот, соответственно, тут показано в том, то есть у нас, допустим, в скрипте есть пару параметров. Это ключ для выкладки и, допустим, репозитория, куда мы выкладываем, например, fit.url. Соответственно, эти параметры мы можем прописать в переменных окружения Travis. Соответственно, при сборке у вас они попадут в скрипт и будут использованы. То есть, таким образом, можно передавать в скрипт некую, допустим, некую чувствительную информацию, такие как, не знаю, пароли, урлы и все такое. В принципе, есть еще способ их шифрования, но тут, так как это мой проект, мне шифрование не нужно, потому что, соответственно, в этот аккаунт могу ввести как бы только я. Соответственно, вот что мы получаем. Это лог на Travis. Это успешный. То есть, вот там build, тест, сборка пакетча и upload. И вот, соответственно, в магете мы получаем уведомление, что у нас заплодился некий компонентик. Вот. значит, тут мы практически уже можем расслабиться. То есть, у нас уже есть некая автоматизация. То есть, мы стали еще больше молодцы. То есть, у нас есть скрипт за автоматизацией, он собирается у нас на Windows, на Linux, в том числе, кстати, на локальной машине он работает точно так же, таким же образом. И это очень удобно для отладки. Вот через скрипт, отладать скрипт прямо на своей рабочей машине. значит, на Travis он собирается, прогоняются тесты, и все отлично, пушится в Nougat, в MyGet, куда угодно. Можно добавить бантиков, всякие версионирования, там, допустим, GitVersion, всякие сонары или шарперы, в общем, куча всяких бантиков можно навесить. Значит, ну, теперь, допустим, у нас кто-то захотел, мы вышли в Open Source, и к нам начали поступать какие-то полдреквесты, таски, кто-то захотел к нам законтрибутить. И тут возникает некая проблема, что, допустим, вдруг человек использует табу вместо пробелов. То есть, как бы, это, не знаю, вот этого нельзя допустить, как бы, ну, не знаю, это, это, на хабре было куча статей, которые объясняли, почему табу лучше пробелов, или почему пробелы лучше табов. В общем, или, допустим, кто-то не пишет комментарии. Или именуют методы, допустим, с маленькой буквы, как, допустим, как джависты, или там, джава-скриптовики. Вот для того, чтобы от этого защититься, у нас есть конвенция кода. В принципе, на самом деле, это больше, на самом деле, чаще употребляется в интерпразе, но, на самом деле, в общем, для Applesource это точно так же актуально. Значит, для этого есть вот такие бравые ребята. Это EditorConfig. В нем можно строить правило, допустим, что мы должны использовать спейсы для, причем, отступов. Всякие другие вещи. Есть StyleCop. Там можно преднастроить, что, допустим, элементы должны быть публичные, задокументированные. И что это, значит, если это не так, то это ошибка. То есть, там, на самом деле, огромное количество правил, которые можно настроить. То есть, изначально там все пишется ворненами. Вот, значит, тут ссылочки на EditorConfig и, значит, аналайзеры. Все это можно подключить. В общем, разница, то есть, в смысле, это немножко разные, разные инструменты. EditorConfig поддерживает практически все редакторы. То есть, он работает, в принципе, не знаю, он есть там и в Java, и где-то угодно. Решарп его понимает. то есть, мало того, что он понимает, он признает его приоритет над своими правилами. Соответственно, если вы настроили EditorConfig, то вы имеете некоторую гарантию, что члены вашей команды правильно используют те же самые конвенции. Соответственно, StyleCop это штука более сложная. Тут имеется в виду StyleCop, который подключается как Roslyn Analyzer. Он нативно работает через MSBuild, встраивается в процесс компиляции и никаких других инструментов не нужно. Но на самом деле у него достаточно муторное подключение. То есть, если посмотреть в документацию Edit StyleCop, то не с первого раза разберешься, как его подключить, как его настроить. На самом деле, можно несколько упростить. У меня показано, как это можно сделать. Могу сказать. инструменты StyleCop проще подключить через территорию Buildprops и в проекте будет виден как анализеры. При компиляции вы будете подключать некие ворнинги. SA это ворнинги соответственно уже StyleCop если вам допустим не нравится, что это ворнинг, хотите сделать его ошибкой, то вы собственно делаете это ошибкой. Вот например вы хотите, чтобы у вас элементы должны быть задокументированы. Вы находите одичник этого правила, пишете, что это error и получаете при компиляции ошибку. Соответственно теперь любой человек при компиляции или при пуше своего полреквеста просто не сможет скомпилировать свой коммит. Если он не удовлетворяет вашим правилам. Полезная штука. Так, значит что еще нужно для хорошего проекта это документация. Соответственно если у вас есть пакет в Noget но значит под этим пакетом нету проектов в гетхабе и нету документации то скорее всего никто не будет пользоваться потому что не будет знать как. Соответственно документация делается очень просто создается фалик Redmi MD это Markdown и там фактически в текстовом виде делается описание причем есть некоторые редакторы в том числе есть расширение в студии и в S-коде для того чтобы удобнее было их редактировать и в том числе значит значит там для удобства есть всякие там статусы статусы билда пакета и так далее это уже бантики для косоты значит для хорошего пакета нам все это нужно кроме того опять же хорошо вывести историю изменений для этого можно использовать файлик ChangeLog Markdown кроме того значит если у вас есть этот ChangeLog то вы в своем скрипте в кейке можете ChangeLog автоматом при компиляции подсасывать и естественно в релиз Notes Nougat пакета подставлять опять же некое удобство так ну значит у нас вот мы умеем все это автоматизировать все хорошо но допустим вот я по своему опыту скажу что у меня вначале там был один проект потом у меня появился второй проект там третий проект на работе у меня есть проект и в Jenkins там автоматизация и все такое и вот каждый раз с нуля достаточно сложно это все автоматизировать если вы автоматизируете один проект потом вы делаете копипаст допустим этих скриптов в другой проект где-то там допустим у вас скрипт уже умеет что-то что-то новое в других проектах этих фишек допустим еще нет в общем стандартная проблема не переиспользование кода опять же нам не хочется сильно загрязнять проекты девопс скриптами значит для упрощения своей жизни я создал проект microelement девопс в котором вот здесь есть ссылочка на гитхаб в котором автоматизируется в том числе автоматизация значит сейчас посмотрим вот как все это можно сделать с помощью уже инструмента автоматизации автоматизации что он умеет значит он умеет генерировать проект со всей необходимой структурой то есть все необходимые файлики инклюды там старт педитер конфиги ну в общем всякой вот этой ерунды которые обычно когда там создаешь проект ты просто забываешь потом начинаешь там дополнительными комитами все добавлять еще то кроме того соответственно после того как вы этот проект сгенерировали у вас там есть там готовые скрипты автоматизации континент интегрешн и деливери то есть там автоматом подключается работа с тревисом с апфейером выгрузка пакетов построения в общем все что о чем я рассказывал даже больше вот на самом деле вот так идеал деталей этих деталей на самом деле очень много то есть когда вы автоматизируете ну это обычно у вас довольно таки длительный процесс и отлаживать автоматизацию ее очень сложно то есть то есть это реально квадлительная вещь ну тут написано демо я могу сейчас это показать так ну вот кстати вот допустим я создавал sample компонент и вот изначально там вот это начальный коммит потом создал проектную структуру там добавляли файлики и так далее потом вот несколько раз я пытался пофиксить билд потому что он там на тревисе не собирался и так далее то есть вот каждый раз когда вы что-то делаете автоматизацию у вас вот обязательно я гарантирую что у вас появится куча таких вот коммитов типа фикс билд как бы не один когда вы пытаетесь что-то пофиксить на билд сервере у вас что-то не работает теперь посмотрим как это можно вот вот у меня тут значит есть проектик на гетхабе в общем я хотел его там там уже сделал коммит сейчас откачусь откачусь к начальному коммиту все 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 снесу сделаем плохую вещь как переписывание истории а вот 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 У нас пустой проект, то есть вот мы забрали из GitHub, у нас три файлика, лицензия, простенький readme и gitignore. Это все, что у нас сгенерил нам GitHub, то есть тут вообще ничего нет. И соответственно мы видим, что у нас один initial commit, который GitHub сгенерил. У нас совершенно пустой проект. Значит, что мы делаем? Заходим на mycomments.devops. Тут показано, изначально мы должны неким образом получить файлик rebuild.ps1. То есть мы можем либо его скачать непосредственно из GitHub, либо там PowerShell, либо чем-либо угодно. Я его просто, так как он у меня есть локально, я его возьму локально. Вот он у меня, build.ps1, он у меня готовенький есть. Вот он, мы получили build.ps1. Значит, это PowerShell скрипт, который, соответственно, нам все делает. Значит, в отличие от скриптов, которые изначально лежат в кейк-репозиториях и в примерах, он модифицирован, причем достаточно сильно. Те скрипты, которые лежат в кейке и так далее, они в основном работают либо под Windows, либо работают с Mono. Они очень монструозные и толстые. То есть мой скрипт изначально написан на Core и работает на Linux и занимает гораздо меньше места. Что тут происходит? Значит, тут описывается, ну, это как бы версия кейка, версия, в общем, DevOps, это моего пакета. Это описывается у жулы Nugeta, откуда это можно скачать, значит, для чего это нужно, потому что, если вы находитесь, допустим, в интерпрайзе, там, за FireFollowing, то у вас, скорее всего, какие-то свои, там, Nexus, либо что-то еще. Соответственно, значит, при запуске скрипта у нас в директории Tools, значит, как бы пишется некий файлик, делается .NET Restore. Мы, соответственно, как бы с помощью Restore получаем кейк, получаем вот пакет DevOps. И что мы делаем? Мы запускаем скрипт MainCake. То есть тут, в принципе, вот такая запускалка в 70 строчек, которые не меняются, просто ее скачали и можете запустить. У нас еще нет никакого проекта. Для того, чтобы нам создать проекты с полной обвязкой, нужно выполнить TargetInit, инициализации. Давайте посмотрим, что получится. Так, значит, запускаем скрипт TargetInit. А, давайте, значит, посмотрим, что в этом таргете находится. А, мы не посмотрим, потому что мы еще скрипт не выполняли, и нам еще не закачались пакеты. Значит, посмотрим чуть позже. Значит, запускаем. Вот пошла магия. Значит, вы видите, в Tools'ах уже что-то появилось. Появился кейк. Так, скачался компонент DevOps'а, и, соответственно, пошла инициализация. Вот. Значит, что у нас тут? Вот если, значит, что у нас тут произошло. То есть, видите, тут выполнилось множество тасков. То есть, вот мы загрузили git-ignore. Git-ignore я загружаю со стандартного GitHub-репозитория. Ну, либо просто беру его, ну, в общем, если он есть, то он не меняется. То есть, его модифицируют. Создаются проекты. Создается EditorConfig. Создаются build-пропсы для тестов. В общем, куча всякой работы. В общем, интеграция с Travis'ом, с AppWare'ом. Добавляется Bootstrap для Linux'а. ChangeLog'и, Stalkop'а. Куча всего. Можно посмотреть, что у нас сейчас есть. SRC. Тут проект. Соответственно, проект. Тут даже, как бы, у нас, как бы, есть даже, как бы, начальный файлик. Для чего я этот файл генерирую готовым? Для того, чтобы можно было сразу проверить коде каверидж. Вот у нас, значит, есть проект build-пропс. Можно сказать, посмотреть, что там находится. То есть, у нас тут что? У нас подключен source-link. Подключен инструмент для тестирования source-link, для проверки. Тут мы, значит, автоматом, значит, делаем embedded pdb. Генерируем документацию пакета. Подключаем Stalkop. Вот, наверное, Stalkop. Значит, вот тесты. Значит, у нас, на самом деле, проект теста. Причем тесты даже, как бы, рабочие. Значит, тут, соответственно, у них свой. То есть, допустим, в тесте подключен инструмент cover-led. Это инструмент для коде кавериджа. Как бы, один из немногих, который работает под Netcore. Так, дальше у нас есть editor-config, у нас есть gitignore немножко модифицированный. У нас есть интеграция с Travis'ом, с AppWear'ом. Причем тут везде у нас подставлено, как бы, нужное значение. Допустим, если мы поставим common props, то мы увидим, что у нас не просто от балды что-то сформировалось, а у нас тут, смотрите, значит, авторы. Значит, подставлены авторы, подставлены ссылки на проекты, ссылки на лицензию. То есть, большинство, большая часть работы за вас уже выполнена. Тут импортирован файлик version props. Это, соответственно, у нас для версионирования. То есть, изначально версионирование в проекте ручное. То есть, обычно этого хватает за глаза. То есть, для того, чтобы выпустить новую версию, вы просто, значит, инкомментируете здесь какую-то циферку, делаете commit, и у вас, соответственно, происходит сборка. Теперь посмотрим, что же у нас будет происходить, если мы это сделаем на Travis'е. Давайте я пока сделаю commit. Вот мы это запушили на GitHub. Так, что я хотел. Так, я хотел показать, какие есть таски, что выполняется. Значит, у нас есть... Вот он, значит, пакет с девопсом. Значит, там у нас есть ресурсы, скрипты, темплейты. Значит, вот посмотрим на скрипты. Значит, изначально запускается скрипт MainCake. Значит, я покажу, наверное... Ах, хотел, можно начать и с этого. То есть, есть некие, значит, аргументы скрипта. Ну, если время хватит, я могу про это рассказать. То есть, вот мы, значит, печатаем там хедр, используем дефолтные конвенции, используем каверлет. То есть, у меня там еще сделана компонентная вещь, и конвенции можно менять. Значит, смотрим, что же у нас запустится на Travis. У нас запустится версионирование, у нас запустится сбор для проекта, копирование пакаджей в папочку артефактов. У нас прогонятся тесты, у нас прогонится коди каверидж. Коди каверидж у нас будет выгружен в каверроллс. Каверроллс – это сервис для коди кавериджа. И, соответственно, наши пакаджи будут выгружены туда, куда мы скажем. Итак, соответственно, мы там сделали коммитик, можно посмотреть. А вот, кстати, Travis как раз подцепился. Вот, кстати, сейчас происходит процесс сборки. Можно посмотреть прям на живую, что там происходит. Вот, но пока он там собирает. Вот, я покажу тот же процесс на апвере. Так как подключены две системы как бы continuous integration, то сборка происходит там и там, но с разными наборами тасков. Вот смотрим каблок. Вот он. Значит, мы видим вот этот хедр. Видим параметры, принт параметров. То есть тут все параметры, которые участвовали в процессе сборки. Причем параметры есть, значит, как обычные, так и в виде листов. И, значит, тут видно, что у нас есть источник параметра. Источником параметра может являться либо командная строка, переменная окружения, либо дефолтное значение, либо какая-то конвенция. Тут все это видно, для отладки полезно. Вот мы видим, значит, build. Видим прогон тестов. Вот два теста запущены, два пройдены. Видим, что у нас тесты выложены на апвер. То есть тут можно тестить, где-то посмотреть, что они там успешные. Так, тут что-то не собралось. А, ну, не собралось не по моей вине, потому что тут сейчас какие-то, видимо, у Трэвиса проблемы. Можно попробовать пока перезапустить build. Вот. Значит, этот build мы можем запустить также у себя локально. запускаем таргет дефолт. В дефолте у нас мало протопэк, мало тасков. Я хочу что-нибудь с кодикавриджем запустить. В общем, тут, в принципе, наверное, понятно. Я могу, наверное, сейчас ответить на вопросы, либо еще более подробно сказать о, соответственно, о том, как эти скрипты, что вы получаете. Я вот хотел дополнить по документации. Вот в readme.md его не всегда хватает. Если очень много набирается информации, то на гитхабе лучше сделать вики. В readme.md перенести какую-то краткую информацию о проекте, там основной список нугет-пакетов, а более, более такую подробную документацию лучше сделать в виде вики. Вот так, в принципе, поступает Microsoft. Я согласен. Я, в принципе, с этим даже столкнулся. То есть, ну, как бы, изначально, если вы там, вот, воспользуете инструментом и сделаете вот такую рыбу для проекта, то обычно вам readme как бы хватит. Вот, если вы, причем, очень часто меняет документацию, то у вас в проекте создается куча вот паразитных коммитов. Да, и для того, чтобы как-то сбежать, мы уже создаем отдельно проект вики, и там уже мы меняем документацию не, скажем так, не делая коммитов в сурс-репозиторий. Но это удобно, когда очень много модулей. То есть, когда много модулей, просто описывать в readme.md не получится. Ну, на самом деле, в принципе, с другой стороны, я видел довольно-таки большие проекты, где вся документация, причем очень огромная, описана в одном readme файле. Такой, как бы, тоже есть. Допустим, тот же, допустим, свагер, свашбакл, там просто огромные readme, в котором вообще есть все. Ну, это как бы дело вкуса. То есть, ну, тут я не вижу никаких противоречий. Ну, в принципе, да. Но просто об этом стоило сказать, что есть еще вики, не все об этом знают. Да, тогда, как бы, в принципе, как бы, то есть, правильное замечание, да, можно создать, вести документацию отдельно в вики. Значит, это, значит, если смотреть концептуально, то, в принципе, это отдельный гитхаб проект, который называется точно так же, как ваш проект, и с postfix.viki. То есть, его также можно скачать. Кстати, можно полу-реквесты делать. Да, да, его можно скачать к себе на локальную машину и делать, ну, в общем, в смысле, полу-реквесты на документацию в том числе. Хорошо, у меня все. Спасибо. Еще вопросы? Есть желающие? Спасибо большое, Алексей. Был очень интересный, познавательный доклад о том, как вообще войти в open source, можно так сказать. Если вы когда-то боялись начинать свой проект, то самое время его начать, тем более все средства, все инструменты есть, и вы можете воспользоваться библиотечкой Алексея. Вот. то...